Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Сегодня в Москве глава Республики Рашид Тимрезов встретился с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко. Обсудили ход реализации инвестпроектов в сфере АПК, а также меры господдержки. Остановились и на ходе реализации мероприятий в сфере экологии, лесовосстановлению, креплению русел рек, строительстве очистных сооружений, объектов по сортировке и переработке ТКО. В республике начата рекультивация хвостохранилища Урупского ГОК, идет строительство межрайонного группового водопровода Ось-Жигутинского и Прикубанского районов и трех водозаборных сооружений в Иркен-Шахаре, Садовом и Ауле Беслиней. Сегодня в режиме видеоконференции в гимназии номер 4 микрорайона Московского состоялось общероссийское родительское собрание. В ней приняли участие активисты родительского сообщества. Какой вопрос был адресован министру просвещения России Сергею Кравцову от нашей республики, расскажет Альбина Ламкова. Общероссийское родительское собрание в режиме видеоконференции с прямым включением проходит в седьмой раз, а наша республика участвует в нем впервые. Перед началом собрания заместитель министра образования и науки республики Елизавета Семенова пообщалась с родителями о том, как они со своими детьми прошли дистанционное обучение. Было отмечено, что последние полгода были сложные, но тем не менее работа в системе образования не прекращалась. Все проблемы озвучивались и решались на совещаниях в режиме видеосвязи. Наверное, все-таки проблемы по России у нас у всех примерно одинаковые, но в этом году и нововведений много. Мы знаем, что у нас и доплаты за классное руководство ввели в этом году, большая программа. У нас в этом году обеспечение начальных классов горячим питанием. То есть работы очень много, и я думаю, что в связи с этим и вопросов много. Тема первого вопроса на общероссийском родительском собрании касалась здоровья и о подвигающемся риске заболеть коронавирусом. Проведение единого государственного экзамена показало, что если соблюдать необходимые требования, то риск минимизируется. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил несколько моментов работы в этот сложный период. Первое, это, конечно же, фильтры в школах, недопущение на занятия детей, имеющих признаки инфекционных заболеваний. Второе, это соблюдение санитарных правил уже непосредственно в школах. Еще один важный элемент подготовки к учебному сезону, учебному году, это вакцинация. Вакцинация против гриппа. Хочу обратить внимание, что дети вакцинируются с шести месяцев. Активисты родительского сообщества Карачаева-Черкесии решили обратиться к министру просвещения Сергею Кравцову на тему сохранения культуры и традиций своего народа, передачи этих знаний детям. Мы живем в многонациональной республике, нас как родители волнует тема сохранения культуры, традиций и языка своих народов. И, соответственно, вопрос тоже заключается именно по этой тематике. Мы собираемся сегодня в тематическом классе изучения родных языков в дальней гимназии. И вопрос напрямую связан с этой темой. Всестороннее развитие детей важно. И в этом вопросе нельзя забывать о культуре, так как это нужный аспект любого образовательного процесса. Так Сергей Кравцов ответил на обращение. Затем раскрыла тему вопроса заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Все поступившие обращения активистами родительского сообщества, а их было более полутора тысяч, проанализированы и наиболее острые стали предметом обсуждения. В пятерку лидера вошли темы, посвященные вопросам содержания общего образования. Организация горячего питания, труда учителя, изучение родных языков. А тема здоровья в этом году стала основной. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Жгутинский район. И в продолжении темы. Сотрудники республиканского отделения ОНФ и специалисты Минобра дали разъяснение, кто же все-таки должен покупать рабочие тетради для школьников и нужны ли они на самом деле. Мурат Дженкезов с подробностями. Как только заканчивается учебный год, на родительских собраниях обсуждается целый список того, что нужно купить к следующему году. И, как правило, в этом списке рабочие тетради. Это фактически методическое приложение к учебнику. Если школа указывает их необходимость, значит, именно она и должна обеспечить детей этими тетрадями. Рабочие тетради, они не обязательны. Рабочие тетради, если утверждается образовательной организацией, то образовательная организация обязана обеспечить обучающихся этими тетрадями. Но ни в коем случае родители не должны беспокоиться о том, чтобы их обеспечить этими тетрадями. Итак, школа сама определяет, есть ли возможность конкретному учебнику купить рабочие тетради. Проведенное недавно анонимное анкетирование среди педагогов республики выявило довольно интересную картину. По результатам этого анкетирования выявилась такая проблема. Почти в 90% анкет был поднят вопрос о том, что необходимо приобретать рабочие тетради дополнительно к тем учебникам, которые предоставляются. И это выходит в достаточно весомую для семьи сумму. Рабочая тетрадь помогает экономить время, способствует углублению знаний ученика. И это незаменимый помощник при подготовке к экзаменам. И они того стоят, но довольно дорого. В настоящее время это очень дорого. Родителям на плечи родителей сегодня перекладывать это очень неправильно и не нужно. Никакие сборы, никакие покупки учебников, учебных пособий родителями производиться не должно. Все должна школа обеспечить. Давайте не забывать о том, что, к сожалению, вот эта история с коронавирусом многие наши семьи поставила на материально очень зависимое положение, тяжелое. Поэтому 2-3 тысячи, 3-500, вот те цифры, которые озвучивают родители, это достаточно весомые цифры для наших семей на сегодняшний день. По итогам экспертного совещания в правительство республики будет направлено письмо с тем, чтобы рабочие тетради, которые действительно необходимы в процессе обучения, предоставлялись школами, а не приобретались за счет родителей. Мурат Чентьюзов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкисия. МЧС предупреждает, сегодня и завтра в республике ожидаются сильные грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду. Но сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь с грозой. Днём преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов. Днём 24-29. Ночью в горах местами от 2 до 7 тепла. Днём потеплеет до плюс 19 градусов. Черкесская переменная облачность. Ночью кратковременный дождь. Днём без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м в секунду. Ночью температура воздуха будет плюс 15 градусов, днем столбик термометра поднимется до 29. Ковид-19, внезапно обрушившийся на человечество, жизнь многих семей разделил на до и после. Безобидный вирус вдруг стал смертельной угрозой. Ковид унес тысячи человеческих жизней. Весь мир в ожидании следующего этапа эпидемии. Будет ли он и если да, то каким? Сможет ли избавиться человечество от опасного заболевания, выработать иммунитет против него? На вопросы вестей ответил Александр Трофимов. Подробнее Мадина Кракетова. Март 2020 года для россиян стал началом настоящего испытания. Ковид-19 обрушился на все регионы страны. Маски, перчатки, санитайзер стали с тех пор неотъемлемой частью жизни каждого россиянина. С начала пандемии в России заболели около 923 тысяч человек, 15 685 из которых скончались. С такими результатами, казалось бы, пандемия стала отступать, но заговорили о втором этапе. Александр Александрович Трофимов в изучении коронавируса посвятил 36 лет. Во внушительном списке образовательных учреждений, которые окончил Александр Трофимов, Институт молекулярной биологии Академии наук СССР. Он автор диссертации «Диагностика коронавирусной инфекции иммуноферментным методом». Не один десяток лет проработал главным ветеринарным врачом в научной производственной системе, также научным сотрудником лаборатории респираторных вирусных болезней НИВИП. Вообще история коронавирусов началась в 1965 году. В то время открытие коронавирусов связывали, он не приносил больших вреда человеку. То есть это были легкие формы ОРВИ. Переносилась она достаточно просто и не придавалось никакого такого значения. Единственное, что для науки он был интересен. Так почему же безобидный вирус вдруг стал убийцей 21 века? Постарались люди, слишком далеко зашли в своих экспериментах, говорит профессор Трофимов. По его словам, коронавирус уже проявлял себя в 2002-2003-2004 годах в виде атипичной пневмонии, когда он назывался SARS, и также унес около тысячи жизней. Пережили и слава Богу. Потом следующая вспышка произошла в 2012 году. Она произошла в Саудовской Аравии и в странах арабского мира. Медицина, к сожалению, неадекватно среагировала на ту вспышку и на вторую вспышку. С позиции 36 лет я могу сказать, что его можно контролировать, ну будем говорить, на условиях амбулаторных, на уровне дома, не доводя до больницы. Если принимать решительные меры. Александр Трофимов на основании 36-летнего изучения коронавируса создал свою авторскую методику его лечения. И самое главное, по его мнению, мгновенная реакция на симптомы. Какие препараты? Очень простые. Рекомендации. Бисептол. Идете в аптеку, покупаете бисептол. Потом трихопол, фурзалидон. Все, достаточно трихопрепаратов, чтобы сразу активно контролировать ситуацию. Коронавирус, по словам Александра Трофимова, тем и уникален, что попав в организм, способен активизировать тысячи и тысячи микроорганизмов-возбудителей. ОРВ только сотни, для сравнения. Если применить такую мощную противомикробную атаку, то достаточно трех дней, чтобы стабилизировать обстановку. Особенно это важно для людей возрастной категории от 33 до 66 лет, как особо уязвимого для коронавируса. И, конечно же, питание. Оно должно быть высококалорийным. В рационе должны присутствовать картофель, айран или кефир высокого процента жирности, мясо, в том числе и домашние птицы, бройлера. Если все так просто, так почему мы сегодня имеем столько случаев заболеваемости и даже летального исхода? Сам собой возникает вопрос. Представите ситуацию, как происходит. Человек затянул, привозим в больницу. Там тоже протяжка времени. И потом начинается, потому что не подобраны антибиотики, лекарственные препараты. По тысячу вот этих возбудителей как можно подобрать? Какая КДЛ, клиника диагностическая лаборатория, в течение 24 часов может подобрать антибиотики? Никакая. То есть в мире таких нет. И поэтому мы получаем такой результат. Сейчас общественность, только начинающую возвращаться к спокойной жизни, будоражит разговоры о надвигающейся второй волне эпидемии. Александр Трофимов обращает внимание на ее цикличность. Три месяца активность, три пассивность. Откуда он начался? Он начался с октября 2019, октябрь, ноябрь, декабрь. Это были самые мощные его вспышки в Китае или в ряде других стран, в Тоже Соединенные Штаты Америки. Потом, январь, февраль, март. Затишье. Он затишье. Ну, то есть снизился. Я не говорю, что его не было. В некоторых местах проявлялся. Вторая волна – это апрель, май, июнь этого года. Теперь, если брать третью волну, третья волна будет, опять же, повториться октябрь, ноябрь, декабрь. Ожидается также, по словам Александра Трофимова, четвертая и пятая последняя волна, которая придется на октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года. То есть ковид-19 должен пройти круг в пять этапов. С 1 января 2021 года мы можем поднять такой бокал за избавление от этой, так сказать, инфекции. То есть вот это пятикратное прохождение всего населения по переболеванию приведет к такому мощному коллективу, коллективному иммунитету всей планеты, всего населения, особенно вот этой части с 33 до 66 лет. И на этом дело, мы, так сказать, он, ну, будем говорить, уйдет на задний план. Его место займет в риге. Что касается современных методов лечения вируса, Александр Трофимов считает, что мировая медицина недооценила его и не до конца поняла его сути. Вадима Каракетова, Роберт Джагутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня во второй половине дня по тревоге были подняты все экстренные службы Черкеска. По сценарию учений противопожарной охраны МЧС России по Карачаевой Черкесии горело здание 19-й гимназии. О причинах и последствиях учебного ЧП Ахмат Халкечев. Таких масштабных учений огнеборца в школах Карачаевой Черкесии еще не было. К месту условного ЧП за считанные минуты прибыли 18 единиц техники всех экстренных служб города, 12 из которых были со связь с оборудованием от МЧС. В борьбу с огненной стихией приступило 74 человека, снаряженных в специальную экипировку. По предварительной версии причиной пожара стали внезапно загоревшиеся шторы в актовом зале на втором этаже гимназии. На данный момент спасатели эвакуировали всех людей со всех трех этажей учебного заведения и приступили к локализации огня. В какой-то момент на крыше здания спасатели замечают людей, которые вышли туда, не найдя других отходных путей. Оперативный штаб, экстренно развернутый во дворе гимназии, принимает решение незамедлительно эвакуировать их. Ведь огненная стихия по сценарию как раз бушует именно под той кровлей, на котором они дождаются своего спасения. Другая группа спасателей, облачившись в специальную защитную форму, внешне напоминающую скафандр космонавтов, вызволяет уже успевших пострадать от продуктов сгорания. Первую экстренную медицинскую помощь на месте им оказывает бригада неотложек, прибывавших на месте практически вместе со спасателями. Мы уверены, что если, не дай бог, что-то случится, нам есть на кого надеяться. За учениями с неподдельным детским интересом следили и школьники, которым уже меньше, чем через неделю, грызть здесь гранит науки. Понравились вам учения? Да. Хорошо, да. Вы полностью наблюдали? Да. С самого начала. А что больше всего запомнилось? Как они снимали людей. Положительную оценку уровню взаимодействия противопожарной охраны, экстренных служб и спасателей дал руководивший ходом учений заместитель начальника главного управления МЧС России по Крачаевой-Черкесии Антон Приходько. Людей нужно научить, показать, может быть, на какие-то ошибки указать внимание. Учения проводятся в рамках подготовки к новому учебному году с целью повышения уровня безопасности на объектах образовательных учреждений республики. Ахмат Халкевичев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии в понедельник будет большой прямой эфир на Радио России. И вот какая тема готовится к обсуждению в программе «Горячая линия» с Русланом Каркмазовым. Заканчивается горячее лето и начинается горячая линия. В прямом эфире на Радио России мы обсудим надвигающуюся вторую волну коронавируса. А что нам оставила первая волна? Какие последствия станут в нашем организме миной замедленного действия? На вопросы радиослушатели ответит доктор из Германии Тамерлан Иркенов. Звоните к нам на радио и задавайте вопросы. Самый активный участник прямого эфира получит от немецкого доктора полезный для здоровья подарок. Этот подарок снимает стресс и повышает иммунитет, а значит, защищает от коронавируса. Добро пожаловать на Радио России в понедельник, 31 августа, в 18.10. Мы работаем в прямом эфире. Это все вести, а прямо сейчас продолжение фильма «Сердце матери». Редактор субтитров А.Семкин